всем привет вы на канале про компьютер и я вам покажу как изменить параметры общего доступа локальной сети и расширить сетевую папку windows 11 также рекомендую посмотреть вот эти два видео тут интересно ссылки будут в описании также подписывайся на мою тележку но мы начинаем итак поехали первое что нам необходимо сделать это вывести ярлык панель управления на рабочий стол правой кнопкой мыши по меню пуск переходим в параметры переходим в раздел персонализация выбираем темы выбираем параметры значков рабочего стола ставим галочку панель управления теперь этот значок появится у нас на рабочем столе с помощью него мы перейдем в сетевые настройки и сможем вносить какие-либо изменения к сожалению если мы зайдем в сети интернет я здесь не увидел никаких настроек касающиеся локальной сети здесь все скудно и примитивно для того чтобы получить полный доступ к настройкам windows 11 нам и пришлось вывести значок панель управления на рабочий стол также сюда можно попасть если вы правой кнопкой мыши щелкните по меню пуск выполнить и здесь введете команду control вы также попадете в панель управления если у вас просмотре категории выбираете крупные значки и переходите в центр управления сетями и общим доступом далее переходите по ссылке изменить дополнительные параметры общего доступа и вот тут вы можете включать или отключать сетевое обнаружение также вы можете предоставлять общий доступ к файлам и принтерам включать шифрование и другие параметры видите здесь есть частные сети также есть гостевые сети включаем сетевое обнаружение нажимаем сохранить изменения теперь друзья как расшарить сетевую папку windows 11 давайте перейдем в проводник windows и создадим общую папку здесь я в любом месте нажимаю правой кнопкой мыши выбираю создать папку называю ее тест теперь проваливаемся в ее свойства правой кнопкой мыши в контекстном меню выбираем свойства переходим на вкладку доступ нажимаем общий доступ здесь есть уровень разрешения и имя я имею соответственно доступ к этой папке здесь мы выбираем все пользователи нажимаем добавить нажимаем поделиться и нажимаем кнопку готова еще раз проваливаемся в свойства данной папке выбираем доступ расширенная настройка нажимаем на кнопку разрешения и здесь мы можем разрешать или запрещать определенные действия в данной папке например если вы хотите разрешить только чтение без всяких изменений файлов вас должна стоять галочка только чтение если вы хотите разрешить доступ на редактирование документов и изменения их свойств нажимаете изменения я дам доступ только на чтение файлов в этой папке нажимаю кнопку применить и нажимаю ok здесь применить и здесь окей все теперь вы можете сюда помещать к различные файлы и другие пользователи локальной сети могут их видеть другим компьютером в локальной сети чтобы увидеть эту папку необходимо зайти в проводник windows перейти на вкладку сеть и вот тут отобразится у них вновь созданная вами папка с общим доступом надеюсь этот урок был полезен ставь жирный лайк и обязательно подписывайся подписывайся на канал